Мы начинаем наш четвертый урок, и я хотел бы немножко вернуть вас к первым урокам, чтобы вы проследили логику обучения и построения тренировочного комплекса. Первый блок у нас был разминочный, и по своему характеру он относился к стихии воздуха. То есть эти воздушные мельницы как раз прорабатывали наши суставчики, и это была начальная фаза подготовки тела. Сейчас мы постепенно подготовили тело и переходим к сердцу нашего комплекса, к йога-билдингу. Это упражнения из йоги, адаптированные таким образом, чтобы максимально гармонично воспитывать мускулатуру всего тела собственным весом. И по своей сути это как раз стихия огня, мышцы и активные силовые движения в йоге. Данный комплекс является нашим авторским, и мы рады предложить вам его как наиболее гармоничный и уравновешенный цикл силовой работы в йоге. Потому что в некоторых комплексах идет избыточная нагрузка на разгибатели рук, различные упоры, четуранги, но недостаточная работа со сгибателями рук и широчайшие мышцы. Вот этот недостаток мы в данном курсе для начинающих компенсируем и гарантируем вам максимально гармоничное и благоприятное вашему телу развитие. Йога-билдинг начинается с проработки мышечных колец, сгибателей и разгибателей от верхнего кольца до нижнего. В разминке мы собирали от периферии к центру, снизу и вверх, подошли, и сейчас мы идем прокачку, работу сверху вниз. Такая последовательность является наиболее благоприятной для последующих ощущений. И после проработки вот этого комплекса вы будете испытывать чувство физического благополучия. Мы начинаем с верхнего кольца, кольца шеи, который состоит из мышц-разгибателей, которые уводят голову назад, и мышц-сгибателей, которые приводят голову вперед. Проработав эти мышцы, вы сформируете красивую шею и осуществите профилактику или избавление от второго подбородка. То есть, вот эта часть у вас сформируется наиболее эстетичным способом. Напомню, что мы начинали нашу практику стоя, проработали суставчики в трех секторах, и потом через поклоны, через верхний и через нижний, мы осуществили переход вниз. И здесь, при последнем поклоне, мы просто просаживаемся и садимся. Через поклоны мы переходим на нижний уровень. И из положения сидя у меня есть возможность гармонично продолжать свое движение дальше, где я опираю затылок о пол и начинаю ритмично, в своем ритме, толкать затылок в пол. Первый уровень. Я просто давлю затылком в пол столько, сколько мне приятно, потом расслабляюсь. То есть, выбираю степень усилия, приятную для своего тела, для своих мышц. И только если вы чувствуете недостаточно этой нагрузки, мало, то есть, ваши мышцы уже окрепли, вы тогда со временем переходите ко второму этапу, начинаете поднимать лопаточки вместе с напряжением и давлением вниз. То есть, я усиливаю давление на затылок вниз в пол за счет подъема лопаток. И если вам уже и этого станет мало, то со временем вы перейдете к третьему уровню исполнения этой практики, когда вы поднимаете и таз, оставаясь только на опяточках и на затылке, толкая затылок вниз и назад. Следующим образом. Сначала с руками, потом и без рук. После того, как вы сделали достаточное количество раз и почувствовали удовлетворенность физическую, просто через положение сидя, я просаживаюсь на живот. Я осуществляю такую же практику, но с передней поверхностью шеи. Вывожу локти как можно дальше вперед, ладошки друг на друге, здесь уперты пальчиками ноги, укладываю лоб на руки удобно, и начинаю на первом уровне практики просто с удобной для себя силой давить лбом вниз. На втором уровне практики, когда мне этого уже кажется мало, и вам со временем этого покажется мало, я начинаю поднимать все тело, опираясь на коленях и сохраняя давление вниз, таким образом увеличивая силу нажатия вниз. Постепенно ваши мышцы окрепнут, вы сможете перейти к третьему уровню нагрузки, когда и колени тоже приподнимаются, вес тела остается на точках лба и на пальчиках ног. Более серьезное усилие для профессионалов можно достичь, только переходя лбом уже непосредственно на поверхность, убирая руки за корпус. Но вначале этот уровень не используется и демонстрируется вам только для того, чтобы понимать направленность этого упражнения. А начинаем мы просто с ритмичных приятных для себя давлений лбом в пол для упражнения передней поверхности шеи. И отсюда продолжаем работу с кольцом груди, где у нас есть разгибатели, толкающие руку вперед на разных уровнях, и сгибатели, отводящие руку назад. Для тренировки разгибателей, то есть трицепсов и грудной мышцы, которая формирует нашу фигуру, а у женщин оказывает лифтинговое воздействие на грудные железы, мы используем упражнение, которое в облегченном варианте называется кошка, а в более интенсивном варианте называется собака. Основное положение это упор лежа, из которого мы со вдохом опускаем лопатки вниз и разгибаемся, толкаем локти вниз, напрягается нижняя доля грудной мышцы. С выдохом как можно ниже просаживаемся к полу и с следующим вдохом толкаем руки и лопатки уже вверх над головой, напрягая трапецию и верхние доли грудной мышцы. Таким образом, все три пучка грудной мышцы оказываются задействованы. Если у нас идет при этом опора на колени, то это более облегченный вариант. Кошка лицом вверх, кошка лицом вниз. Если мы стоим только на ладонях и пальцах ног, то это уже собака. Вверх и собака вниз. Для тренировки мышц сгибателей, а именно бицепсов и широчайших мышц спины, которые превращают спину из прямоугольника в красивый треугольник, мы используем упражнение, которое называется академическая гребля, где кисти обхватывают голени и прижимают колени и бедра груди интенсивно за счет сгибания рук. Это делается вертикально сидя и потом горизонтально лежа. Кисти при этом путешествуют по голени для того, чтобы разные пучки мышц сгибателей были задействованы. И сразу из положения лежа мы переходим к тренировке мышц кольца талии. Упражнение, которое мы будем делать, называется суперупражнение. Не просто так. Оно одно позволяет потренировать и сгибатели, и сгибатели позвоночника в области талии, а также боковые стороны, что формирует циркулярный круговой корсет вокруг талии, украшая ее и восстанавливая весь позвоночник. Лежа на спине с подтянутыми к себе ногами, но не удерживаем их руками, мы разворачиваемся на бок в полумесяц и оттуда дальше перекатываемся в лодочку. Постепенно, плавно возвращаемся. Вначале дело это по четвертям, по частям, а потом превращая это в плавный перекат с живота на спину, так, чтобы только область талии касалась поверхности. Таким образом, из занятия в занятие у нас будет формироваться хорошая, сильная талия и кольцо мышц в области талии будет создавать корсет вокруг позвоночника. И теперь, оставаясь лежа на спине, мы имеем возможность позаниматься мышцами кольца ног мышечного, кольца таза, и начинаем мы тренировку с проработки сгибателей ног с задней поверхности бедра, потому что разгибатели ног будут интенсивно загружены в последующих частях нашего курса. Для тренировки сгибателей ног и особенно с задней поверхности бедра мы используем упражнение, которое называется Емеля. Руки закладываются за голову, ноги выпрямленные, постепенно подтягиваются к себе до того момента, пока обе стопы полностью не лягут на поверхность. И из этого положения одну ногу мы закидываем за другую, чтобы получился такой прообраз Емели на печи. Слегка приподнимаем таз и подтягиваем его к пятке за счет мышц задней поверхности бедра. Ритмично повторяем такие вытяжения позвоночника вниз, доводим ногу до изнеможения приятного и меняем ноги, повторяя то же самое. Когда обе ноги достаточно устали, мы делаем в завершении двумя ногами это вытяжение позвоночника вниз за счет задней поверхности бедра. Таким образом, все сгибатели мышц ног основные мы прорабатываем. Мышцы-разгибатели кольца, таза и ног мы не прорабатываем, так как они несут сильную нагрузку в других частях этого йога-комплекса. И впереди у нас еще много упражнений, где они смогут качественно потренироваться. На этом наше занятие йога-билдингом завершается, после чего рекомендуется оставаться в положении лежа еще некоторое время и глубоко, качественно расслабиться. Это позволит вашему позвоночнику хорошо восстановиться и вашим мышцам получить опыт глубинной релаксации.